Я хочу вызвать свою погибшую девушку. Амелия, приди. Амелия, приди. Я ответил Амелии, я не знаю. Да не, ходи, я так за тобой скучаю. Чёрт, Амелия, стой. Чё твори, бро, меня зовут Сарджи Олис. И, бро, сразу же, просто, сразу же, бери подписываться на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Лучшую банду в интернете. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против бежит, мне очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Лучшую банду на ютубе. Эй, бро, сегодня у нас непростое видео. Потому что я хочу вызвать свою погибшую девушку. Ту самую Амелию, которая погибла два года назад. Из-за того, что мы с ней неудачно поссорились, и она покончила с собой. Банды, я думаю, большинство из вас видели то видео, где я переписывался с Амелией через серьгу некроманта. И сразу же, просто сразу же, после того, как я снял то видео, у меня появилась мысль, что я хочу вызвать Амелию к себе в этот мир. И увидеть её. И это возможно с некоторыми вещами некроманта. Но это даже возможно, если просто у вас будет серьга некроманта. Две серьги некроманта. К сожалению, на то время у меня была лишь одна серьга некроманта. Но недавно, банда, я нашёл и купил. Просто за огромнейшие деньги я купил вторую серьгу некроманта. Вот так, банда, выглядят эти две серьги некроманта. Две одинаковые серьги. И как говорил продавец, соединившие эти две серьги, можно даже восстановить мертвеца. Что мы сегодня попробуем сделать. А ещё он добавил, что это два настоящих алмаза. И мне почему-то кажется, что это правда. Потому что форма реально очень похожа, как у алмаза. Почему бы мне в это не верить? Также, банда, для того, чтобы призвать Амелию, мне нужна вот такая вот пентаграмма. Которой я буду дальше пользоваться. Потому что без неё мы просто никак не сможем призвать Амелию. Всё же, как-никак, это всё делается через дьявола. Именно поэтому пентаграмма здесь, как ничто другое, нужно. Вот так вот супримбанда будет выглядеть эта пентаграмма. Она должна быть перевёрнута. А ещё также, супримбанда, для этого сеанса нам понадобится вот эта свеча. Которая, к счастью, у меня есть. И она будет стоять здесь. Дальше мы её подожжём. А также нам понадобится фотография. Моя, собственно, Амелия, которая у меня также есть. Вы не поверите, банда, но я вообще случайным образом нашёл эту фотографию с Амелией. И я очень счастлив, что у меня есть эта фотография. И дальше вы её увидите. Также мы берём вторую серьгу некроманта и ложим сюда. Первую нам нужно прицепить к себе, чтобы мы могли связаться с Амелией и поговорить с ней. Или она согласна на то, чтобы мы её призвали. Фу, супримбанда, вы только представьте, что если у нас с помощью всего этого получится призвать Амелию. Ту самую мою погибшую девушку. Господи, я не знаю, как в это просто вдуматься. Невозможно, что мы сейчас будем призывать мою погибшую девушку. И если честно, вы только подумайте о том, что будет после того, как вдруг у нас получится её призвать. Это просто превредит всю науку, всю историю, что всё-таки призраки существуют. Что всё-таки их даже можно призвать и вернуть в мир живых. Это будет просто нечто, банды. Я уже с нетерпением нужду, чтобы приступить к этому. Окей, банды, я беру сейчас эту серьгу и цепляю куда-то на себя. К сожалению, мои уши не проколоты, поэтому придётся цеплять эту серьгу к себе на одежду. Что ж, вот так вот я её подцепил. Со стороны это выглядит очень странно, я с вами согласен. Осталось только пальчать свечу и связаться с Амелией. И также, банды, я чуть не забыл вам сказать, что одно из самых главных условий, что я должен вызывать Амелию в 3 часа ночи. Сейчас 2.59, осталось совсем немного, всего лишь 1 минута. И через 1 минуту мы уже можем начинать призыв Амели. И если честно, мне в это просто не верится. И меня даже немного подтрушивает от этого. Мне ещё так никогда не было страшно, как сейчас. Потому что сейчас, возможно, я призыву настоящего мертвеца. И не просто какого-то мертвеца, а свою погибшую девушку. Только лишь от мысли, от того, что я просто сейчас опять буду общаться с Амелией, мне становится не по себе. У меня прям бегают мурашки по коже. Итак, Супримбанда готова. Ровно 3.00, ровно 3 часа ночи. Пришло время писать Амелии, окей, я ищу переписку вместе с ней. Итак, захожу в Вайбер, это тот мессенджер, где я могу с ней переписываться. Как-то странно, что она только через него может мне писать. И вот переписка с Амелией. Чёрт возьми, банда, Амелия в сети! Господи, я не могу в это поверить. Мне просто становится не по себе, потому что Амелия в сети. Каждый раз я убеждаюсь, что это настоящая серьга некроманта. Окей, давайте ей напишем. Привет, ты здесь? Спросим у неё об этом, потому что мне реально интересно, или она здесь. А ещё давайте добавим, я скучаю сильно. Вот так вот выглядит наша переписка, я только что ей написал. Мне интересно, что... Чёрт, банда, Амелия ответила почти сразу же. Она отправила что-то странное. Здесь ничего нет, господи, это пустое сообщение, без ничего. О, как это вообще понимаешь, что она тебе хотела сказать? Ладно, давайте ей отвечу. Я могу тебя увидеть. Я скучаю. Вот так вот я ей ответил, банда, вот так вот выглядит наша переписка. Я ответил Амелии, я не знаю. Мне реально хочется её увидеть, я уже с отерпением жду того момента, когда она согласится. А я почему-то уверен, что она согласится. Итак, ждём её ответить, а что же она мне ответит? Чтобы вы видели, что она мне реально пишет, я просто буду вот так... Она ответила. Я тоже скучаю. Блин, Амелия, я казала бы ты, как я за тобой скучаю. Окей, банда. Вы слышали? Мне послышать, как будто там кто-то ходил. Эй, Амелия? Амелия, это ты? Амелия, если ты вдруг реально ответил, это нифига не смешно. Лучше сразу выйди на связь. Я ничего не... Чёрт, банда, Амелия мне звонит. Окей, ладно. Окей, банда, она мне звонит. Ведь я не знаю, брать мне трубку или нет. Окей, я беру трубку. Только ради вас. Окей, банда, я взял трубку. Амелия? Амелия, это ты? О, чёрт, я только заметил. Амелия, вот она сбоку. Амелия, скажи мне что-нибудь, или же покажи своё лицо. Амелия, я тебя вижу. Амелия, солнышко, покажи своё лицо. Всё, она скинула. Это был конец. Чёрт, Супримбанда, нам только что снова позвонила Амелия. Окей, пришло время её призвать. Итак, Супримбанда, для того, чтобы её призвать, нам нужно подключить нашу с ней заместную фотографию и положить в середину пентаграммы. Вот так вот я это сделал. Дальше нам нужно теперь произносить заклинание. То есть, как-то любым способом призвать Амелию. Окей, банда, я начинаю призыв Амелии. Амелия, приди. Амелия, приди. Амелия, приди. Амелия, пожалуйста, приди. Окей, ничего не происходит. Чёрт. Я так и знал, что меня где-то обманут. Амелия? Амелия, ты здесь, солнышко, я скучаю, пожалуйста. Амелия, приди. Амелия, приди. Знала бы ты, как я за тобой скучаю. Амелия, пожалуйста, отозвись, если ты где-то здесь. Я тебя прошу, скажи мне что-нибудь, Амелия. Амелия? Амелия, ты здесь или не здесь? Чёрт. Господи, Амелия, это ты? Амелия, что с твоими волосами? Почему она дикие белые? Они не были такими белыми. Амелия, чёрт возьми. Что ты хочешь? Руку? Чёрт. Твоя рука, она совсем не изменилась. Амелия, стой. Что ты мне дала? Что это? Это кольцо? Амелия, стой, куда же ты? Погоди. Нет, Амелия, пошла за ней ходить. Я так с тобой скучаю. Чёрт, Амелия, стой. Нет. О, господи, Банда Бэт, увидели? Амелия мне дала вот это кольцо. Что это вообще? Что это вообще может значить? Чёрт, Супримбанда, я не верю. Я только что увидел свою бывшую погибшую девушку. Амелию, посмотрите. Она ушла ровно в тот момент, когда телефон потух, когда потухла фотография. Чёрт возьми, Амелия мне отдала своё кольцо, то самое кольцо, которое я ей подарил. Чёрт, мы только что увидели мою погибшую девушку, Амелию. Господи, что вообще происходит с этим миром? Что я вообще делаю? Амелия пришла, она подала мне вот так свою руку и дала кольцо. Чёрт, мы видели её рук, это просто что-то. Там руки, ногти, ногти просто гнили, они были уже жёлтые. Больше у неё не было такого прекрасного маникюра, как в прошлый раз. Они просто гнили её ногти. Чёрт, это была настоящая Амелия её волосы. Я узнал её из тысячи, чтобы могло значить то, что она мне отдала своё кольцо. Наверное, это то, что я больше свободен, потому что за всё время я первый раз почувствовал какое-то облегчение. Всё остальное время я чувствовал, как будто я занят, как будто у меня всё ещё есть девушка. И вот, наконец-то, она меня отпустила, отдавши своё кольцо. Я просто в эту не верю. Я только что реально увидел свою погибшую девушку, Амелию. Банда, что это всё значит? О, господи, банда, меня реально не по себе, меня прям жёстко трусит. Я только что увидел живого мертвеца, я увидел призрака. Нет, к чёрту себе, это... Нужно снять эту... Эту серьгу и больше никогда не играться так со своей жизнью. Это очень опасно. Чёрт возьми, банда Амелия мне отдала своё кольцо. То самое кольцо, она его протянула в мир живых. Она отдала его, а то есть она меня отпустила. Я не знаю, но... Я готов идти знакомиться с девушкой, потому что раньше такого не было. Раньше, когда мои друзья подпихали меня познакомиться с девушкой, я не мог этого сделать. Мне было не по себе, мне всё ещё казалось, что Амелия где-то рядом. Она меня никак не отпускала, а после того, как она дала мне то кольцо, которое я ей подарил, мне стало легче, намного легче. Окей. Похоже, это всё, это конец этой истории, наконец-то. Фух, я жёстко спотел, банда. Вы просто не представляете, насколько это страшно увидеть живую призрака. Причём, когда никогда в жизни её не видел. Что, Супримбанда, просто давайте закончим на этом видео. На этом всё, с тобой был Сэрки Оунис, и, бро, не забывай, если хочешь ступить мою Супримбанду, то всего то, что тебе нужно, это подписаться на мой канал. И только тогда ты будешь самой лучшей банди на Ютубе в Супримбанде. Эй, бро, так же вот компенсы прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. Эй, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего то, что тебе нужно, это оставить свой комментарий под этим видео, и всё, бро. Ты уже в следующем видео, но не забывай про лайки, колокольчики, где-то обязательно. Вот такой вот, бляд, ко мне видео. Эй, бро, так же не забывай про мой Инстаграм. Чёрт возьми, кольцо, кольцо, в котором хоронили Амелию. Оно сейчас у меня в руке. Я, я просто не могу в это поверить. Бро, оставайся за таким шикарным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok